Большегруз спешит на помощь жителям СНТ Междуречия рядом со станцией Минина. Садовое товарищество с начала мая в мусорной блокаде. Сразу две огромные свалки накидали дачники за месяц, а убирать отходы было некому. Прошлые сезоны периодически вызывали трактор, но такой способ вывоза мусора был совсем не цивилизованным. Привозился контейнер и все трактором грузили туда. Некоторые мешки таскали вручную и утрамбовывали ногами этот контейнер. Было очень неприятно, конечно. Запах и вонь, так сказать. В мае руководство СНТ решило заключить договор с Красноярской рециклинговой компанией. Жители подсчитали, что за те же деньги, что к ним изредка приезжал трактор, региональный оператор займется нормальным и, главное, законным сбором мусора. Поскольку еще с 2019 года вступило новое постановление правительства, новое распоряжение, я решил заняться вопросом организации вывоза, как полагается, как правильно. Сейчас это будет вывозиться каждую неделю и уже таких застоев не будет. Компания установила две мульды. Каждую пятницу тяжелая техника забирает по 16 кубов мусора. Через несколько недель эти свалки исчезнут. Но таких добросовестных СНТ в Красноярске и его окрестностях немного, говорят представители КРК. Из 630 товариществ Левобережной технологической зоны только 76 заключили договоры с региональным оператором. Остальные уклоняются по разным причинам. У ряда СНТ имеется проблематика такого рода отсутствие подъездных путей, узкие тупиковые улочки и отсутствие земель общего пользования для организации контейнерных площадок. Соответственно, в таких случаях мы рекомендуем обратиться в администрацию района для решения данного вопроса. Садовые и дачные товарищества по соседству могут даже объединиться и создать одну общую площадку для всех, говорит региональный оператор. Компания, в свою очередь, готова помочь и с оборудованием, и регулярный вывоз организовать. Но есть и те, кто откровенно уклоняется от договора. За это грозит штраф. Но гораздо страшнее не наказание рублем, а вот такие горы мусора буквально под окном.